Чувашия вошла в число региональных лидеров по развитию сельского туризма. Республику в федеральном центре назвали субъектом с уникальной природной средой. Сейчас в Чувашии насчитывается более 10 объектов экологического туризма. Особой популярностью у гостей из других регионов и стран пользуются древние места захоронений, курганы и заповедники. В республике продолжают реализацию этнографического проекта «Ясно». Этот объект включили в федеральную целевую программу. Немало туристов в прошлом году посетили мемориальный комплекс космонавта Андриана Николаева, святые источники Вабашева, национальный парк Чуваш в Армане, этнографический музей в Ибрестинском районе. В эфире нашего телеканала вышло немало сюжетов и передачи об этих туристических маршрутах. Это курная изба конца 19 века. Мы с вами находимся в этой избе. Она была перевезена в 1980 году в наш этнографический музей. В 1980 году в селе Хармалы в этом доме жила бабушка. В курной избе вся мебель была непередвижная. Она как бы, вот эта кровать, как бы забитая к стене. Эту кровать не передвинешь. На этой кровати спали мама и маленький ребенок. А самый маленький ребенок – колыбельки. Семьи были большие по 10 человек. И вот остальные члены семьи спали на полу. И еще одна новость из федерального центра. В опытном хозяйстве Ядринского района в июле этого года проведут Приволжский день, поле, ячмень, солод, хмель и пиво России. Чувашии предстоит принять более 500 представителей агропромышленного комплекса страны и гостей из Германии. Участники форума обсудят перспективы семеноводства и производства ярового ячменя.